Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное, неочередное видео по Star Stable Online. Сегодня впервые на канале я беру интервью у одного тоже ССОшного ютубера, который, правда, только начал свой путь, но я надеюсь и верю, что он продолжит и в будущем станет очень популярным. Поэтому, знакомьтесь, это Данута Иглиярд, а канал называется Star Stable Lady. Всем привет! Star Stable Lady, да. Я очень рада вообще, что удалось нам с ней так связаться и снять для вас это видео, я надеюсь, оно очень вам понравится. Также на экране вы видите ссылку на её канал, подписывайтесь, я очень советую, потому что я уверена, что в будущем видео будут выходить намного лучше, намного интереснее, и появится нам очень крутое оформление, я тебе этого, по крайней мере, желаю. Спасибо. А сегодня я беру интервью, лучше всего это будет делать у неё на конюшне, заодно посмотрим, какие у неё лошадки, позадаем вопросы и узнаем вообще, как её жизнь связала с ССО. Поэтому идёмте к ней в гости. Так, вот мы и попали к этому человеку в конюшню. Так, тут сразу всё непривычно. Вообще непривычно появляться у кого-то на конюшне, даже если лошади те же самые, всё равно ощущение, что это не твоё. Да, такое бывает у меня часто тоже. Ну и, конечно, здравствуй, баг, на появление в руках сена, воды и всего прочего, это как бы не избавиться. Это да, у меня тоже сейчас так что-то в виду. Как тебе обращаться, чтобы задавать вопросы в этом интервью, чтобы нам было проще? Ну, можно София. Хорошо. София, значит, когда ты, в принципе, начала играть в ССО? Ну, вот у нас когда был 10-й день рождения, у них юбилей был, вот тогда я и начала, но потом на целое лето я бросила, потому что что-то мне она разонравилась и начала играть, в принципе, в сентябре 2021-го. А, то есть, в принципе, ты играешь в него только год. Ну да, да. Достаточно немножко по сомнению со мной старенькой, которая уже играет в него с 17-го года, 5 лет, будет юбилей в июле. Так, а как ты, в принципе, вот узнала ССО? Я знаю, что раньше об ССО узнавали немножко по-другому, чем сейчас, и вот как ты узнала об этом в прошлом году? Ну, на самом деле, история немного странная. Мне нравилось, типа, писать свои тесты, например, ну, просто там делала, и зашла я на один сайт, искала просто, типа, тесты, ну, какие там породы лошадей. Но мне нравились, потому что лошади с самого детства я занималась, в принципе, больше года, и потом я упала и руку сломала, у меня теперь рука немного кривовата, ну, поэтому потом я перестала, но лошади продолжили нравиться. И я искала тесты, а там выскочила реклама «Увлекательная игра про лошадей». Вот я перешла и нашла. Ну да, вот сейчас это вот так вот выглядит, не то, что вот у меня, у меня это немножко по-другому было. Кстати, да, не забудьте подписаться на её канал, потому что у неё на канале тоже выйдет видео, только интервью со мной, у нас как бы взаимообмен интервьюшками. Так что не забудьте нажать подписаться и также на колокольчик, чтобы узнать о выходе новых видео. Так, а чем тебе вот, в принципе, понравился ССО? Потому что есть же куча аналогов, таких как Алисия Онлайн, потом куча оффлайн играх про лошадок на компах, да и онлайн тоже сейчас куча скаковых симуляторских игр про лошадей. Почему именно ССО? Ну, в принципе, мне Star Stable просто, во-первых, мне понравилось, что у них есть какие-то графики, мне больше понравилось, чем некоторые другие игры, и мне понравилось, что эта компания, ну, интересно, она развила игру, как бы, что у них есть целый сайт с новостями там, ну, в принципе, я тогда не знала ещё много аналогов, и подумала, ну, за первое схватилось, что у меня было, потому что до я ни одной игры такой не видела, стала узнавать другие игры только в процессе. Ну, да, это, правда, такое и есть, то есть тебя зацепило вот то, что вот модельки такие, графика. Да, прикольные очень. Ну, тебе повезло, что ты, когда пришла в игру, ты попала на поколение третьих лошадей, а вот как ты относишься вот к поколениям, там, первое-второе поколение лошадей, которые сейчас начали активно убирать? Ну, сейчас их начали активно. Раньше я их терпеть не могла, если честно, вот сейчас вот где у меня английская чистокровная, была третьего поколения, я поставила английскую чистокровную второго, это миндальная булочка, я её тоже на канале покупала. Вот, в принципе, я её купила только вот когда уже поняла, что что-то мне нравятся стали эти лошади, это было уже на 20-м моём уровне, как сейчас. В принципе, в начале игры я себе купила, у меня было достаточно старкольцев, купила Сиараба, он 200 старкольцев стоил, а потом продала, потому что мне он не понравился, но если их станут убирать, сейчас я его всё равно куплю, потому что хочется иметь какую-то память о старых лошадях, это как кусочек Star Stable, который никогда не вернётся, получается. Ну вот да, если в случае, к примеру, с обновлением моделек, то спасают только старые видео и фотографии, а вот лошадей действительно, если всё-таки чем-то зацепили, лучше покупать, это я с тобой согласна. Да. Чем ты занимаешься, в принципе, в Star Stable? У тебя есть свой клуб или ты в чьём-то, и, в принципе, твои увлечения, когда ты сидишь в игре? Ну вот мой клуб сейчас, Moonfox Society, это мой клуб, я его создала недавно совсем, но у нас сейчас, я сейчас скажу, сколько у нас игроков, у нас сейчас девять игроков пока что в клубе, но мы сидим вместе, болтаем, там общаемся, нам нравится, но у нас нет тренировок вообще, в принципе, мы сидим просто, иногда на чемпионаты ходим, потому что я в свободное время обожаю чемпионаты, и ещё мне нравится просто прокачивать лошадей репутацию, вот, это пока что мои увлечения, так иногда, ну, там, стараюсь в чемпионате Юрвика зарабатывать, но это уже на последнем месте, мне не нравится, скучно. То есть, в принципе, ты больше просто обожаешь общение со своими соклубниками и чемпионаты? Да, чемпионаты, я вообще почти на каждом чемпионате участвую, потому что мне нравятся и медали, и которые даёт просто деньги. Было золото? Да. На где? На каком? Ну, на пентпиане больше всего. Нет, я имею в виду, в каких чемпионатах ты получала золото? А, на золото, я на каждом чемпионате получила золото, у меня есть медали золотые, но я их всех подала, но у меня было на каждом чемпионате по золоту, потому что участвовала я в них, в принципе, с 10 уровня и накопила, я помню. Вот, то есть, ты не оставила свои самые первые медали, вот самые первые, да? Нет, я всё продала, чтобы купить себе кофту, мне нравились очень кофты и штаны лицейские, типа, из школы, я их всё продала. Это жалко, я бы никогда не продала вот самые первые полученные золотые медали, с каждого чемпионата я бы их оставила, и, наверное, бы постоянно бы они висели вот на лошадях, на которых бы я их и выиграла. Да, это было бы круто. А какие, кстати, вот, сколько у тебя лошадей, вот, постранично? Ну, у меня есть вот сейчас вот, в которой вся конюшня заполнена, причём она увеличена, то есть я больше увеличивать её не могу, конюшню эту. А, ну, у меня ещё три страницы, то есть две страницы полностью заполнены, и ещё пять лошадей на третьей странице. А, ну, то есть, в принципе, достаточно много ты за этот год у тебя лошадей появились. Да, да, я много донатила, когда можно было. Ну, да, конечно. А вот у тебя есть, кстати, лошадь, которая у тебя, вот, твоя любимая, вот, самая-самая, может быть, она не самая первая купленная, но вот лошадь, которой ты считаешь по праву своего персонажа, своя лошадь. Ну, вот я сейчас считаю, что это Умбра, но мне очень по душе, сейчас я скажу, какая, мне очень по душе вот эта лошадь. Я вот сейчас её поставила, где у меня английская честокровная стояла, вот она справа. А, это Липецан, который мы брали. Да, он с фестиваля, я его очень люблю, он, потому что с фестиваля, и сказали, что он больше не приедет, я сразу же купила его, потому что он мне очень нравится, в принципе... Ой, чё, я пошла-то так. И там был ещё у меня где-то, сейчас, я тут, блин, лошадь, сейчас, у меня тут ещё, рядышком я поставила, там был у меня, вот он рядышком стоит с ним, это вот эти два Липецана, потому что они больше, да, они не приедут больше к нам, как бы, мне их жалко, и они мои любимые, в принципе, сейчас, один из. Ну, кстати, да, все, вот, все мои знакомые, они очень сидят ещё и ждут, чтобы посмотреть, как будут выглядеть новые Липецаны, но старые всё-таки, да, по-моему, Липецаны, это одна из самых таких запоминающихся лошадей старого ССО, вот, второго поколения. Да. А что ты, кстати, вот думаешь, что бы ты хотела, чтобы появилась в Star Stable, вот, в будущем? Ну, если честно, мне иногда очень интересно, ну, вот что там, например, Форт Пинта, я бы хотела, чтобы в гостинице, можно было зайти в гостиницу и попить чай, там, чтобы показали хоть что-то, твой персонаж что-нибудь делает, а не просто заставочка, ты поспала, что-то как-то, ну, хило. А потом я бы хотела, чтобы можно было иметь квартиры, например, например, в торговом, ну, где город у них, Юрвик, хотелось бы, чтобы квартиры были, например, села в квартиру и свою конюшню сам, не чтобы у всех одинаковая была, А чтобы внутри, может за Старкоинзе, конечно, но делать какое-то свое уникальное что-нибудь внутри. Ну, кстати, вот есть, у них же есть намеки на то, что в будущем будут свои либо домики, либо квартиры. Ведь в одном задании нам дают бочку белой краски и диван. Да, да, это я помню, диван дали. Да, вот там написано, что для использования в будущем. Вот, видимо, это будущее еще не наступило. Да. А вот какая, кстати, у тебя лошадь ассоциируется для занятий, допустим, если выездка или конкурс, вот твоя лошадь тренировочная, это у тебя любая лошадь или есть какой-то фаворит? Ну, вот смотри, вот у меня вот сюда, подойди, пожалуйста, вот тут вот это у меня для выездки ассоциируется... Пасофина. Вот это, да, пасофина, и ассоциируется пасофина, а почему-то вот для конкура именно, ну, вот это вот, как ее. Марвари, да? Да, Марвари. Почему-то Беркир, хотел сказать, но это как бы вот Марвари, у меня их, в принципе, две Марвари, сейчас я рядышком поставлю вторую с этим, где Беркир. Вот, две Марвари, мне, в принципе, ассоциируются обе, они, ну, мне масти нравятся, в принципе, обе тоже. Ну, да, и, кстати, вот они очень красивые. Спасибо. Марвари, вот эти вот, я, кстати, до последнего не покупала Марвари, у меня самый первый купленный Марвари на основе, это вот этот вот Береза, просто потому что я обожаю бегих лошадей, ну, и плюс он как бы магическая Береза, но купила я его все-таки из-за городской масти. Ммм, понятно, мне тоже нравится обычная, потому что, ну, тут он тоже состоит, как этот, а так мне обычно намного больше нравится. Майс. Вот, а какие любимые у тебя типажи лошадей, то есть порой там пони, к примеру, или спортивные худые тяжики, или магики? Ну, те жиловозы мне на самом деле нравятся меньше всего, мне нравятся вот как андалузы, там, Марвари, пасофина, ну, вот такие вот, которые больше выисковые типы такие, мне они намного больше нравятся, чем выисковые лошади. А что насчет пони, я знаю, что вроде бы ты сказала, что пони не очень как-то любишь, но у тебя при этом есть поняхи. Да, есть, сейчас я рядышком поставлю, там еще у меня есть, ну, вот, например, сейчас я рядышком поставлю напротив, вот, там, пони, и сейчас еще одного пони поставлю, у меня четыре пони, не знаю, можно ли Никсис счесть за пони, ну, он рядышком вот стоит с этим, в принципе, да. Да, это все мои пони, которые у меня есть, я сейчас расскажу, как я каждого купила, ну, вот, вот этого я купила чисто из-за того, что это обновленного третьего поколения пони в Алиске. Я, кстати, так его и не купила. Я могу показать специальную анимацию, ну, вот, смотри, сейчас, вот. А, он так это пританцовывает. Да. Ну, вообще, кстати, они очень милые, просто я почему-то пока не решаюсь купить, а, ну, потому что, во-первых, сейчас нельзя донат покупать, поэтому я... Да, это обидно, конечно, я не собираюсь платить за тысячу в стаконь с тысячу рублей, это, как бы, слишком много, я бы сказала. Не, я покупаю донат, но я его покупаю только во время удвоения, вот, с телефона знакомой, подруге лучшей. А, понятно. Вот, и только на вот этот самый первый аккаунт, чтобы старых моделек можно было купить. Вот этот готландский пони, я его купила, он мне, в принципе, он мне сейчас не нравится, потому что, оказалось, что мой персонаж, как бы, выглядит на нём как-то, ну, я не знаю, прям очень как-то странно, особенно ноги вот так свешиваются. Ой, сейчас я вылезла. Но мне нравится просто, что он лёгенький, как балеринка какая-то, с бантиками, такой, прям, ну, маленький, да. Вот эту лошадь я вообще купила почти в самом начале, как только я начала играть, вот эту пони, которая, ну, вот у меня стоит Night Whisperer, вот это вот. И, в принципе, я его купила, мне подруга сказала, я покупаю чёрного пони, я пошла за ней следить, и она говорит, давай встретимся, я тебе покажу. И я к ней приехала на этом же пони. Тогда, просто они ещё по скидке тогда были, потому что новых выпускать собирались. И вот я купила, чтобы у меня был старый валиец, и новый валиец хотелось тоже. Да, классно. А вот история покупки вот Юрвинского пони мне больше интересна. Вот этого я купила в приложении Star Stable Horses. Я просто увидела одной девочке эту масть, а мне давно, я уже начала обожать чемпионаты, и я говорю, где такая масть клёвая? Потому что чемпионат хочет, чтобы приходить как бы с интересным стилем, с интересной лошадью, как бы. Она говорит, в приложении Star Stable Horses. Я зашла туда, вот там вырастила эту, мучилась, вырастила эту лошадь, и потом вот перевела себе. Потому что мне ещё понравилось, что она мало стоит, 350 строков всего, а выглядит очень мило. Ну да, они очень классные. Я забыла, что вот именно это мастер-приложение. Думаю, откуда она ещё взялась. Да. Ну, в общем, очень классно. Скажи, ты, что ты планируешь дальше для себя в ССО? Может быть, ты там хочешь развить клуб, или просто вот больше как для себя играть, чем для клуба, и снимать видосики дальше? Ну, я бы хотела снимать видео, там, с клубом устраивать какие-нибудь сходки, может, когда людей побольше будет. И, в принципе, я бы хотела, наконец-то, достучаться до разработчиков, чтобы они исправили одно дело, там, в Star Stable. Вот это вот моя рыба магическая ложка, я уже не знаю, где она у меня сейчас, ну, которую я покупала. А, вот она у меня сейчас стоит, вот я её поставила, ну, вот, видите, как бы, ну, вот. И я её, в принципе, у меня с ней очень грустная история была, я её купила, и у меня всё залагало, и я случайно её имя поменяла на, по-моему, то ли хвойное что-то там. И я разозлилась, и пришлось заново менять, и я потратила, в итоге, 275 Star Coins, или даже больше, просто впустую, из-за того, что они мне не сказали, ты точно хочешь поменять им лошади. И я хочу до них достучаться, чтобы они это перестали, чтобы они делали вот эти, чтобы спрашивали повторно, как бы, а не сразу. Вообще, они спрашивают, просто это действительно глюк, и, наверное, нужно разработчиков дописаться, чтобы они сделали откат на день покупки, наверное, так. Я им писала, они говорят, мы не имеем доступа к этому, к аккаунтам, именно балансу Star Coins у игроков. Я думаю, а как же вы тогда переводите, извините? Они не переводят, они просто, они делают откат, это другое. Ну да, надо бы спросить ещё раз. Так, а какие у тебя вот планы, в принципе, дальше на канал? Ну, на канал я хочу, во-первых, когда-нибудь запустить стрим, ну, наверное, потом, когда я уже в городе буду, осенью, может быть, потому что мне неудобно на планшете. В принципе, думаю, когда мы в городе будем, можно будет запустить стрим потом как-нибудь. И я бы хотела снять видео по всем моим лошадям, которые у меня в конюшне. Уверена, что их ещё прибавится, поэтому мучиться с обработкой я точно буду, но мне интересно, хочется заснять. Ну, это очень классно, я вообще очень рада у тебя. Классно получается уже сейчас делать атмосферу видосов, да? Не в обработке, а вот просто заходишь, и атмосфера такая. Поэтому, ребята, я советую вам даже вот просто не смотрите на количество подписчиков, не смотрите там на простые обложки видосов. Просто зайдите и посмотрите несколько видео, может быть, вам так же, как и мне, за цепи понравятся, и вы не только подпишитесь, но и колокольчик нажмёте, потому что я вот сознаюсь, я даже колокольчик поставила, чтобы смотреть за новыми видео Софии. Вот, так что, наверное, с этим всё, и будем прощаться с нашими друзьями. Да, спасибо большое, до свидания. Да, ну, ребят, мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. И до встречи в следующем видео. И таких же вам успехов в ССО. Пока. Всё, сейчас я обложечку только на видосик сделаю. Хорошо, спасибо. Я могу постоять пока что-то. Просто, 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 просто. Да, 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 я знаю, надо стоять. Всё, обложка сделана, всё готово. Спасибо. Е-е-е-е, сейчас паузу только нажму, всё. Субтитры подогнал «Симон»